Какое делать, я не понимаю. Не, сейчас буду. Это кобели средние. Группа «Западно-Сибирский лайк». Винт неплохой. В лесных собак нет. Среднестатистическая «Западно-Сибирская лайк». Есть претензии к той или иной собаке, в частности и в отдельности, но особых нет. За исключением двух последних собак. Эти собаки имеют ряд недостатков. Имеют кое-какие нюансы, но получают оценку интерьера от дно. Вы все должны понимать, что в породе «Западно-Сибирская лайка» есть несколько подтипов собак. Поэтому вот здесь вот мы попытались их выстроить такие вот, как бы по… Вот один кип, вот второй кип. Ну и вот там, так сказать, уже недостаточно. В «Богатырской колодке» – два. Их можно было менять и так, и так. То есть это разница, который будет первой, который второй. Это на мой взгляд. Но если у вас есть другое мнение, пожалуйста, мы пройдемся еще раз. В «Богатырской колодке» – это средневозрастная группа, прошу заметить. То есть это не младшая, что там еще будут они расти, формироваться. В «Богатырской колодке» – два кипятеля. Хорошего индекса растянутости где-то на пределе. В «Богатырской колодке» – три экземпляра среднего роста, с блесткими головами, красивыми рисунками уха. Единственное, вот есть момент, который нас должен насторожить – это на хвосте. Вы видите, вот излишне развитый. Это нас должно настораживать. Двух последующих соплеватый постав задних клиней. Прекрасный. То есть один недостаточно.